всем доброго дня сегодня подготовились собираю чемоданы все никак не могла вчера собиралась собиралась вечером и так не сложила все и опять сегодня утром пересматривала свои вещи потому что вчера звонили туда там и знакомые тоже турции они говорят что там у них они уже ходят все футболках солнышко свете даже видео выслали клубники уже полно и такое но что видно что кто-то и кто-то стеки из людей щеку уже купается но что я набрала с собой сделай пару штанов взяла себе два сарафана но взяла 4 типа диобу и потому что без обуви ну не знаю мне надо что-то такое удобно я взяла две пары кроссовок а на украине же холодно сейчас очень снег у нас сегодня с них выпал минус 3 это надо одеваться тепло потому что мы едем в киев в киеве чтобы не замерзнуть в два часа мы вылетаем и поэтому надо тепло одеваться там конечно соответственно мы переоденемся когда надо надевать такое чтобы я думаю может быть а я полечу в костюме спортивном с куртка чтобы мне потом легче снять было футболку и снять мастерку быть футболки но потом переодимся там все равно же будет заселение где-то ровно в два часа не знаю и таблетки взяла и одежду взяла так как я в том году мы ездили в египет и в египте получилось так что мог всего может один два дня была такая возможность искупаться потому что практически у них было прохладно и некоторые вещи я совсем не одевала но в этом варианте потому что говорит что в польше еще в польше в турции еще климат еще не сильно так жарко как должно быть это уже после того как мы будем уезжать тогда будет тогда будет как говорится тепло томас лег на кровать томас от меня не отходит такое ощущение как будто он понимает что я уезжаю да за очка не отходит от мамы везде дома красивая мама его подлечила у него уже лучше намного еще осталось пару дней ему скажи таблетки папа подает и все скажи я как огурчик да потом мне вчера звонила наша хорошая знакомая светлана с харькова то что у нас взяла нику щенка щенок приболел не ездили где-то были в гостях он же привиты вообще никого излюбленный ребенок в как говорится щенок у дома такие фотографии всегда светами на такая команда выполняет очень такая классная собачка приболела энтероколит и и хотя и привитая но сказали врачи что очень слабая вакцина на украине это не только у туники то же самое увили у маленького было ему прокапали помню где-то 5 дней по моему капельницы делали и потом стало лучше тоже что-то лизнул на улице и все я вчера тоже переживала она где-то до трех часов ночи была в больнице писала что больница плохо под капельницей вот переживали но сегодня вроде бы лучше фотографию скинула я уже тоже переживала и и молилась думала боже мой чтобы только щенок не умер чтобы все было в порядке потому что его так любят спасают как могут и это собака им приносит массу удовольствия и мужу тоже самое привет им большой дай бог скорейшего выздоровления потому что я тоже так ехала думала такая новость еду в поле еду в польше но шо я постоянно хочу сказать еду в польше еду в турцию и бы переживала я постановлю я постоянно что-то пишу она мне всегда высылает фотографии и вот такие тоже томас до этого приболел мама переживала а сейчас скажи мне лучше намного да он так не отходит от меня так не любит домами на собак это мамина собака скажи все мамина собака вот думаю сегодня первый раз как говорится разговариваю снимаю так сама но я снимала дома но андрей все время голова не так снимая не так получается то звук плохое и мне придется в турции снимается мой не знаю как она это получится у меня постараюсь но я волнуюсь очень вчера мне очень много помогали объясняли самого очень много мне объяснил он между прочим он очень хороший преподаватель у него по моему такие задатки именно преподавать и вот и пению и объяснять он молодец в отношении это вот у меня вчера показал я мне кажется что я поняла теперь я сегодня буду буду сама стараться это делать потому что я буду ехать не надеялся мы так все отправлять снимать и все это буду делать сама-то когда мы едем с андреем куда-то лис или с ребятами то в основном на эту обязанность они на себя берут амприм этот раз придется мне это все делать со мной буду стараться буду стараться снимать хорошие видео надеюсь надеюсь у меня получится показать хотя сейчас конечно эпидемия очень много на украине вообще во всем свете больных на кове я буду стараться соблюдать все правила покажу какие там очень много сейчас изменилось а в турции как было до этого как сейчас да там масках тоже дезрастворы дезинфицирующие тоже там немного другая жизнь не то что раньше было хотелось бы вот многие зрители писали за спа процедуры я бы наверно больше времени бы все-таки провела там потому что мне надо массажа же для для ноги для спины если будет очень тепло и конечно буду возле моря ходить надо без пасеком походить главное чтобы не заболеть и кусь если это меня слышишь обязательно буду делать то что ты говорила за буду ходить тренажерный зал хотя бы два раза и крутить велосипед для моих ног это необходимо вот такие у нас не знаю ну немного как-то мне я волнуйся волнуюсь а как это будет новая сторона все по-новому хотя вот не столько проездила и в италии было в германии в польше и чехии было как-то никогда так не переживала а вот сегодня что-то меня вот не знаю что-то я переживаю переживаю волнуйся чемодан надо тащить все горю и маленькие у них меньше вещей а у меня чемодан большой и мне же он не надо мне не можно поднимать тяжелый мне его придется ввести потому что по-другому никак но я не могу у меня пару вещей и чемодан полный это не то что маленький человек он там чуть-чуть положил и ему хватит это же то что мне необходимо все что необходимо надеюсь цветы сегодня полила все сегодня полила все орхидеи переживаю потому что меня не будет неделю как они будут тоже сама орхидея вот это большая потому что я ее вчера полила именно пустила на полчаса воду и она хорошо пропиталась водой корень но ты каждый день и андрей чтобы он обязательно ее поливал потому что по-другому не может быть но нам не что как прихотливая вот одна и те же самархидея не уже привыкли то что это все делаю я или где-то коля делаю в зависимости какая рука понравится и мне понравится ну надеюсь что они не пропадут пока я приеду все-таки это к труд и их очень много старалась не смотреть чтобы они не были чтобы они не росли и цвели и соблюдали вот эту как говорится красоту но вчера тоже были большие проблемы с телефонами с моим телефоном как всегда боже коля тоже вчера нервничал переживал но сделал мне конечно некоторые вайбер если мои кто-то с друзья смотрит вайбере у меня была проблема и все там пропало это надо все заново делает так что если вы меня видите добавляйтесь потому что честно есть сегодня не буду заниматься телефоном мне надо немножко кое-что еще до отъезда сделать что нас ходить магазин мы уже убрали прибрали еще погладить мне надо навести как-то оставить их я знаю что он времени все может делать и готовить все он будет готовить и убирать и на все равно это будет тяжеловато все-таки и собаки и бабушка и это все ему надо будет делать самому ну надеюсь что они справятся потому что мы бы хотели поехать вдвоем но у нас не получается коля у нас учится бабушка сама не может быть и кто-то один должен оставаться потому что мы в той в той раз мы когда ездили то же самое было немножко проблемно и поэтому конечно один человек должен остаться в другом другой раз коля коля и андрей может пройдет это все пандемия где-то поедут они вместе разом как говорится ну потому что по-другому нельзя и вот такое стараюсь стараюсь надеюсь надеюсь что у меня все получится я хорошо отдохнул приеду с новыми силами немного поснимаю поменяю обстановку а потом я не знаю потому что я уже разговаривался с ими девчонками в италии там ну карантин жестокий жестокий жесткий карантин и очень мало людей на улице не знаю как оно будет я в июне собиралась не знаю или ехать не в июне или ехать позднее не знаю без понятия потому что мне надо и туда съездить и хотелось бы какую-то работу все-таки найти именно мою по моей специальности и ну если не по моей что-то другое потому что я не могу постоянно сидеть дома да или что-то такое полегче чтобы не прям аж целый день на ногах потому что мне тяжело будет со спиной ну что-то надо будет найти и я думаю что на весне я все-таки определюсь что мне надо будет делать или действительно главное чтобы там за границей было более спокойно чтобы я могла поехать или в июне или в августе но в крайнем случае в сентябре мне надо туда все равно по любому съездить вот и а потом надо будет искать работу какую-то потому что я без работы не смогу дома постоянно сидеть это это не мое это не мое и никогда я с детства и 16 лет работаю я никогда не сидела дома даже в максимально сколь я посидела где-то даже года не было потом садик год и три месяца у коля пошел в садик на таки всегда работала и для меня это сложно чтобы не работать сидеть дома дала работы хватает и дома много всего но все равно надо же ходить на работу для меня это принципальное надо идти на работу я не могу я уже сколько времени здесь нахожусь и пробовала много раз устраиваться не получилось а тогда потом я все-таки решила буду дома возвращаться в италии а этот вирус он как-то вот так все поменял к лица все поменялся наши план но но все еще нашел 10 ребята как говорит бабушка все наши зрители готовлюсь буду ехать вечером зайду немножко может трансляцию попробую сама перед отъездом они то начну снимать покажу как мы будем ехать дорогу нашу в киеве может сниму как прилетим покажу ну и потихоньку буду по максимуму то что я смогу я что можно будет снять я сниму и покажу как сейчас в данный час отдых в турции какие там сейчас условия и как все изменилось и хотя там никогда не было но все равно там много чего изменилось и покажу всем нашим зрителям так что всем хорошего дня томас ты чё говоришь всем хорошего дня и хорошего настроения всего вам хорошего